Встреча, которая удивила экипажей легендарной пилотажной группы «Стрижи». Сегодня они впервые увидели, в каких условиях и, главное, кто создает машины, на которых они могут показывать всему миру чудеса высшего пилотажа. И оказалось, что это грозное боевое оружие находится в надежных женских руках. Тот редкий случай, когда «Стрижи» не прилетели, а приехали. Одна из самых известных пилотажных групп в мире осматривает завод, где собирают их «Миги». Сегодня они, зрители, которым рассказывают, как из тончайших нитей создают сверхпрочное облачение крылатых машин. Каждая четвертая деталь современного истребителя изготовлена из такого материала, похожего на обыкновенную клеенку. Его разрезают по специальной выкройке и развешивают вот на таких столбах. Это так называемая лазерная проекция для понимания объема. После этого подвергают термической обработке под высоким давлением, и эта хрупкая композитная ткань превращается вот в такой материал. Крепче, прочнее, надежнее любого металла. Вот это уже часть тормозного щитка истребителя. Они впервые могут посмотреть друг на друга. Летчики-асы, закладывающие в небе сложнейшие фигуры высшего пилотажа, и те, кто на земле готовит их машины к запредельным перегрузкам. Почти все сотрудники в этом цехе – женщины. Тонкая работа требует особой чуткости. Мы поражены, что именно женские руки производят такую мощную аэкционную технику. В основном, да, действительно, именно женщины, да, если вы посмотрите, у нас достаточно женский коллектив. Да, ну и самолет такой красивый получается. Красивый. Но, конечно, больше всего летчиков интересуют новые модели. То, что пока еще не летает, но полетит совсем скоро. Истребитель МиГ-29 стоит на вооружении почти 30 стран. Сейчас ведутся переговоры по контрактам на модернизацию этих машин, выпущенных в разное время, а также возможные поставки самолетов следующего поколения. Это так называемый цех окончательной сборки. Одновременно здесь могут собирать до 10 самолетов. Вот здесь мы видим, на платформе стоит МиГ-29К. То есть корабельный вариант этот истребитель по контракту поставляют в ММФ Индии. Но самое интересное происходит в этом секторе. Здесь заканчивается сборка новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35 последнего поколения. В небе эту машину начнут испытывать в июле. МиГ-35 поколение 4++ внешне очень похож на 29-й, но внутри это совершенно другая машина. Увеличена дальность полета. Локатор более широкого действия, до 300 километров. С возможностью одновременного захвата сразу 10 целей противника. Новый самолет и мощнее, и экономичнее. С глубоким ресурсом модернизации на десятки лет вперед. Хотя уже стартовая модификация превосходит по боевым характеристикам западные аналоги. И то, чем особенно гордятся на заводе. Эту машину можно будет ремонтировать не только в тепличных условиях ангара. При конструировании этой машины добились того, чего хотели очень давно. То есть ремонтопригодности в полевых условиях. Эту машину можно ремонтировать практически, снимая и двигатели, и стабилизаторы, и крылья, и кили, меняя в полевых условиях. МИГ-35 пока в предсерийном производстве. Впереди наземные и летные испытания. О точных сроках поставки пока говорить рано, но ждать в любом случае осталось недолго. 30 таких машин Минобороны России надеются получить в ближайшие 4 года. Свои сложнейшие фигуры в небе стрижи выстраивают на самолетах старой модификации. И о такой технике пилотажникам пока приходится только мечтать. При тех маневренных возможностях этого самолета, я думаю, что там, как конкретно для нас, мы могли бы показывать и более динамичный пилотаж, и, наверное, какие-то еще придумали бы новые фигуры. По крайней мере, тот, кто выступает одиночно, уж точно что-то бы новое показал бы на нем. На летном поле стрижей встречали летчики-испытатели. Те, кто первыми поднимает эти машины в небо. Правда, говорили не столько о полетах, сколько о том, что происходит здесь, в сборочном цехе. Мы к своим самолетам относимся, в общем-то, как к живым существам. Поэтому для каждого летчика самолет — это его, прежде всего, друг. И, в общем-то, когда ты к нему подходишь, ты с ним здороваешься, ты с ним общаешься. А когда, в общем-то, после выполнения полета ты, в общем-то, благодаришь его за то, что вы сделали совместную работу удачно. Сейчас пилотажная группа, отмечающая в эти дни четвертьвековой юбилей, готовится к параду. Вместе с товарищами пятеркой Су-27 группы «Русские витязи» стрижи покажут легендарный кубинский бриллиант на своих не менее легендарных 29-х Мигах. Георгий Алисашвили, Роман Михаленко, Андрей Морозов, Первый канал.